Друзья, всем привет! С вами Санек. В общем, такое короткое будет видео. Ну, как короткое. Для кого-то может длинное, для меня оно короткое. В этом видео буду реанимировать катушку для триммера. Вот такого вот плана. Проблема, я думаю, видна. Стерлась, износилась кнопка подачи лески. И сюда забивается, попадает земля, мусор, забивает там все внутри. Кнопка либо перестает нажиматься, либо зависает, и леска самопроизвольно начинает стрелять всю катушку до последнего кусочка. Некоторые скажут, Саня, поедь купи новенькую. Ну, новенькую купить, это не значит купить хорошую, добротную. Все они такие какие-то жиденькие. Это мне не единственное. Ну, реанимировать и продолжить ей работать. Корпус абсолютно живой, целый. Все замечательно. Вот единственное вот это беда, бедовая. Возьму за заготовку гранату переднеприводного авто вазовскую. Вот такого плана есть у меня почище, разобранная. и она готовая уже, готовый вариант кнопки на 90%, друзья. Вот 10% нужно доработать. Отпилить с двух сторон лишнее и немножечко там на станке подогнать в размер. все. Металл против алюминиевого сплава. Я думаю, будет не так изнашиваться, как вот это. Ладно, хорэ-ля-ля, давайте покажу, что я буду делать. Первым делом разбираю, достаю кнопку, снимаю вот это кольцо, отпиливаю шлицы, ну а дальше уже по ходу пьесы расскажу. Так, друзья, ну колечко, вот это, которое вот здесь стояло, сбивается оно и за ненадобностью удаляется. Дальше, дальше проще. Отмечаю, где мне резать болгарочкой вот эта часть лишняя отрежется. Просто ей быстрее. Сейчас сделаю метку, так, чтобы отпилить аккуратненько, ровненько и без всяких проблем. пилить буду вот по этой линии. Шлицы, соответственно, по-насамым самым. Снимаю, отпиливаю, дальше продолжим. Да, самое главное, не показал. кнопку достал, корпус. Вуаля! Все в размерчик. Там, соответственно, сейчас покажу. В общем, то, что нужно. Все формы вот здесь вот, на гранате, они идентичны, друзья, что в вышине, что параметром этой кнопки. Все, отрезаю здесь, отрезаю здесь. Ну, вот и все. Отпилилась быстренько и там, где нужно. Это можно выкинуть, шлицы можно оставить временно, пускай полежат, может, пригодятся. Получается, вот такая вот, друзья, заготовка. Сейчас ее здесь торцану, здесь подгоню в размер, так, чтобы она садилась на свое место. В общем, немножечко потокарим. Уменьшить надо в диаметре ее. Образец есть, поэтому берем и точим то, что нужно. Редактор субтитров все. там проточил внутряночку под вот это, чтобы она туда села как нужно. Здесь вплотную, как оно должно быть. Теперь остается там сделать перегородку, чтобы вот теми окнами, вот как здесь, вот они. Они цепляться должны. Сделал ее так в натяжку, пластмассочка там сыграет все равно. Теперь надо достать ее. Ну, заодно она центруется сама по себе. Так, вырезал вот такой вот кусочек металла и так плотненько встал, чтобы он держался. Ну, соответственно, уже примерился. Сейчас воткню эту кнопку. вот так вот. там оно попадает, совпадает. Здесь само собой. Сейчас снимаю и не до конца прихватываю. Заодно заварится вот это отверстие, чтобы туда мусор не сыпался. И все. Так, кнопочка почищена, и оккультурена краской цвета алюминий. Как говорится, найди 10 отличий. Как-то так. Вот так вот вварено. Ничему не мешает. Села, села. все. Можно собирать. Ух ты, тут даже что-то написано. у вас. Так, ладно. Собираю и пробую леску намотать. Так, леску вставил. Кусочек попробовать. Риски никакие не делал. Вот такого плана. Проверяю. Офигенно. очень легко. Так, что вот этого вполне достаточно. Взяться можно запросто. Работает так, как нужно. Быстрее наверное катушка пластмассовая разлетится, сотрется. чем сотрется вот эта кнопка подачи. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Кому понравилась переделочка, пожалуйста, оцениваем, не стесняемся, пишем комментарий. Как-то так. .